Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. Сегодня будет рум-тур моей комнаты, но перед этим мы проведем с вами предновогоднюю уборку и немножко оформим к празднику мою комнату. Свою комнату я решила оформлять подручными средствами, не покупая никаких там пластиковых шаров и, значит, пластиковых ёлок. Что-нибудь своими руками слепим. Итак, не буду долго томить, поехали. Кстати, что касается рум-тура по дому, который некоторые из вас так настойчиво просят, когда будет, когда будет, он тоже будет, но выйдет чуть позже, наберитесь терпения. Надеюсь, это кого-то тоже замотивирует на то, чтобы как-то оформить своё жилище к Новому году, очистить пространство, выбросить лишнее, всё помыть, освежиться и новыми такими освежёнными, очищенными, не обременёнными, входить уже в Новый год. Итак, пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, давайте посмотрим, что у меня есть. У меня есть всякий разный клей, старенький, надеюсь, ещё не засох, вот такой вот новенький, ещё вот такой клей-карандашик, есть цветная бумажка односторонняя, размер 15х15, здесь 10 цветов, 100 листочков, цвета яркие, насыщенные, так что он ещё есть, гелевые ручки, скотч есть, вот такие вот мешочки, типа как крафтовая бумага, это были такие упаковочные мешочки, возможно, я их тоже применю для поделок. Ещё есть набор пуговичек, вот такой вот за 60 рублей, разных всяких пуговичек. Моточек вот такой пряжи, тоже 60 рублей, 30 грамм пряжи, карандашик, много вот такой вот белой обычной бумажки, есть картон, вот от коробки от Чокопая, отдай, и что ещё есть, ещё есть мои синие руки, вот такие вот. Возилась в воде, мыла, значит, тут пол немного подмёрзла, но ничего, сейчас согреюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Обзор начинаем от входной двери, входная дверь, она же выходная дверь, ведёт прямо в кухню, то есть выходя из своей комнаты, я попадаю сразу же на кухню. Слева находится гостиная и так далее, и так далее. Так, что же мы видим, когда заходим в комнату? Комнатка небольшая, но здесь, в принципе, есть всё, что мне необходимо. Дима, немного позже на вот этом месте, пустом, появится кроватка. Я прикачу её из другой спальни, сюда прикачу, поставлю. Не знаю, будет ли она тут стоять, или я её обратно потом отгоню, потому что мне сделали очередной полезный подарок для ребёнка. Такой специальный кушончик, лежачок. Может быть, я просто буду проводить время с ребёнком в своей кровати. На этом кушончике, на этом лежачке будет он у меня лежать. Поэтому не знаю, буду ли обременять пространство кроваткой. Так, стены крашеные, отделка достаточно дешёвенькая. Кто-то писал и спрашивал, плиточка это не плиточка. Обратил внимание, нет, это не плиточка. Просто по стене, вот так вот, рейками деревянными, выложены вот такие вот квадратики. Это деревянные рейки. Тюльчик, тюльчик. Окна я чаще всего не зашториваю, тёмных штор тут нет. На окнах утепляющая плёнка. Не думайте, что это просто часть декора. Это утепляющая пупырка, так в Корее утепляют окна. Мы выбрались с таким вот зимним орнаментом, потому что зима всё-таки. Всё-таки зима, ну и для настроения. Так, кровать, это старенькая наша кровать. Конечно, тут у неё есть уже определённые изъянчики. Ну, в принципе, я её после переезда, значит, отмыла. И, в общем, постирала на матрасничек, пропылесосила матрасик. И прекрасно продолжаю ей пользоваться. Хотя прям при переезде её очень затюханили. Она была прям такая грязнющая-грязнющая. Это наша первая кровать, которую мы покупали здесь, в Корее, когда поженились и начали жить вместе. Поэтому такая, знаете, приятная воспоминания. Сейчас в спальне уже другая стоит кроватка. Она представляет из себя вот такой вот подиум из двух дощечек. И на ней высокий матрас. И вот корейское постельное бельё. Кстати, как оно выглядит, корейское постельное бельё? Ну, это тёплый пледик. Это я уже себе купила позже. Бельё, значит, корейское постельное состоит из одеяла. У меня лёгкое, тонкое одеяло. Почему мне нравится? Потому что стирать проще. То есть под одеяльников нет. Это такой, скорее, летний комплект. И вот такой вот вместо простыни стёганый обычно какой-то матрасик постилается поверх матраса обычного. Вот такое корейское постельное бельё. Ничего не снимается, никаких чехлов. То есть это всё засовывается в машинку и стирается. Поэтому зачастую дома у себя корейцы пользуются машинками такими. С большой загрузкой на много килограмм. Ну, это пледик просто мягенький, уютненький. Я его выбирала, потому что приятная такая текстура. И сейчас мне удобно им укрываться. Быстро стирается, быстро сушится подушка. Вот это вот два валика, это подушка для беременных. Сейчас покажу. Вот так разворачивается. Кладётся где? Ну, например, если я одна хочу спать, да? Одна сплю. Ну, как одна? Я никогда не сплю одна. Даже если я хочу спать, одна ко мне приходят коты. Вот так разворачивается эта подушечка. И посерединке кладётся вот обычная подушечка. В общем, если спишь на боку, сюда можно закидывать ножку. Либо просто вот так вот спать на спине, как в таком коконе. Пока у меня маленький живот, она мне особо как-то и не пригождается. Просто, знаете, такой кокон удобно поспать для психологического какого-то комфорта. Знаете, когда бортик с одной стороны, бортик с другой стороны. Это как-то, я не знаю, как в коконе спишь, как младенец в коконе. Это мои игрушечки, это мои поделочки. Так, это когтедралочка тут стоит. Потому что эти вандалы кошачьи, они любят всё драть, точить. Они чувствуют, что вот это вот дерево, что вот это вот дерево. И они, конечно, ну вот уже есть следы вандализма. Так, это комодик. Тут в основном детские принадлежности лежат. Вот эти коврики им нравится драть. Один и второй. То есть я их тут положила, чтобы предохранять стены от вандализма. И когтеточка, и два коврика когтей драть. Всё равно стены страдают. Это кровать для Аринки. Это домик, где спит братец её кошачий. Сводный братец Луна. Ах, да, не пояснила, что это. Это мой банк. Я называю его Тэйджи Банк. Тэйджи это свинья по-корейски. Почему у нас он в шапочке? Потому что эта шапочка, видите, коней временно нарядилась в честь приближающегося Рождества. И я сняла с неё шапочку. Кто помнит, мы вязали эти комплекты вот для Мишки и для Зайки. Комплект шарфики и шапочки. Так, поэтому свинюшек у нас пока носит эту шапочку. Это копилочка. Я в ней коплю денежки. Она нигде не открывается. У неё есть только одно отверстие, входное. Поэтому, если я захочу воспользоваться этими деньгами, мне придётся прикончить этого поросёнка. К сожалению. Так, это, если кто не понял, это кошачий тоннельчик. Это собака там в углу стоит наказанная. Собака на батарейках. Они иногда играют с ней. Так, теперь посмотрим мою рабочую зону. Так, я не знаю, вы слышите? Нет, у меня ещё какая-то отдышка. Что такое? Кто-то перепил кофе, что ли? Я не пойму. Так, стульчик у меня хороший. Стульчик у меня современный, удобный. Столик, конечно, очень скромный такой. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. В общем, из чего-то, я не знаю, из подручных каких-то материалов. Саварганил муж этот столик. У нас есть ещё такая мебель самодельная. Ну, потому что нужны разные, знаете, места для хранения. И постоянно какие-то этажерки покупать, которые делаются элементарно. Собственно говоря, что их покупать? Потом, когда буду делать рум-тур полностью дома, покажу, что ещё есть. Ну вот, из такого металлического каркаса и нескольких дощечек сделан этот столик. Так, вот на угол стола, на угол стола, на угол этой полки я всё время вешаю свои сумки. Сейчас у меня по сезону вот эта сумка, поэтому вот эта сумочка висит. Для хранения разных вещей я использую контейнеры пластиковые. Туда помещаются разные там документы. Если где-то немножечко небольшие какие-то там осадочки пряжи или какого-то от другого рукоделия, да, какие-то материалы остаются, ещё что-то. Ну, в общем, зарядное устройство. Всё храню вот в этих корзинках. Очень удобно, не захламляется, нет вот этого такого вот прям ощущения хаоса. Тут храню в основном то, что часто мне нужно, чтобы это было под рукой. Тут пока лежит новый календарик, ещё не распечатанный ежедневник. Мой ежедневник, которым я пользуюсь. Мой ноутбук, упаковка с бумагой, с обычной белой календарик. Так, вот эта вот карандашница. Совершенно недавно сделала её из банки, потому что я вот в этой, короче, штуке. В ней продавалась кимчи и капустка такая, знаете, в маленьких упаковочках. И я её использовала для хранения карандашиков. Ну, у неё вот недавно лопнула вот эта застёжка. И я решила, ну, не выбрасывать, а ставить просто часть всяких карандашей и фломастеров, переложить вот в такую баночку. Вот эта вот штучка из картона напоминает мне такой, знаете, рождественский пряник или рождественскую печеньку. Я её специально так раскрасила, чтобы было похоже на печеньку. Так, ну, это всякое бловство, которое я не заказывала, но мне иногда приносит. Тут остатки праздника. Это был Pepper Day. Такой есть праздник, что-то типа Дня Святого Валентина. Но этот праздник дарит шоколадные палочки. Вот у меня там кое-какие шоколадные палочки остались. Это тоже шоколадные палочки вместе с искусственной розой. Не особо я любитель искусственных цветов. Ну, и тут держу какие-то крема, которые под рукой должны быть. В этой коробочке у меня хранятся резиночки для волос. Очки, телефон второй. Это мелочёвка всякая. Это пока не пользуюсь. Это мне подарили, когда я заказывала железо. Препарат. Препарат. В общем, железо для беременных витаминов. И вот к ним шёл такой подарок. Какие-то там пробнички, каких-то лосьончиков. Ну, вот и всё. Внизу у меня под ногами всё время лежит вот эта штука. Короче, такая акупунктурная штука. Терапия для ног. Так, ну и валик у меня там валяется. Это валик. Валик это просто то, без чего я не живу. Это нужно, чтобы чистить всё от шерсти. Кровать свою, постельное бельё. Себя чистить от шерсти и так далее. Так, вот такой вот у меня интересный тут потолочек. Есть три варианта освещения. Конечно, сейчас днём вы ничего не поймёте, что тут за освещение. Первый вариант это когда работают только вот эти светильники. Второй вариант это когда работают лампы по периметру потолка. И третий вариант это когда работает вот такая центральная лампа. Она даёт белый свет. Для меня жёлтый свет он как-то, знаете, для отдыха, для сна. А белый свет для работы. Ну всё, обзорчик закончен.